Всем привет, меня зовут Илья Рыбин, сегодня в студии СЕЙМ. Очередная системная проблема привела к мучительной смерти людей. В одном из поселков Карагандинской области шесть человек, в том числе дети, погибли в горящей многоэтажке. Пожарные просто не подоспели из-за расстояния почти в 30 километров. Почему в стране не хватает станций и на что надеяться жителям подобных населенных пунктов? Скандал в отечественном информпространстве. В Алматы задержали журналиста-расследователя Михаила Казачкова, известного громкими публикациями о разоблачении чиновников. Его подозревают в пособничестве ОПГ. При этом, на удивление, следствие в первые же часы распространило все детали и в утвердительной форме описало действия, которые якобы совершил Казачков. А как же презумпция невиновности и что насчет адвокатов, которых просто не допустили? Озаботились даже в аккорде. С чем пришел и с чем уйдет? Генсеку ДКБ Станислав Зась ответил на вопросы журналистов, готовясь передать свой пост. Кто не помнит, его займет и Манголитес Магомбетов. Расскажем о главном с пресс-конференции. Во всем информационном потоке мы выбираем только то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Друзья, в Казахстане разработали информационную доктрину. Сегодня мы ее обсудим. Но сначала поделитесь мнением, должно ли государство регулировать эту сферу. Позже подведем итоги. Ну а начнем с трагедии в Карагандинской области, после которой пожарные регионы потребовали срочного строительства части в поселке Актау, что близ Тимиртау. Там при пожаре в многоэтажке погибли сразу шесть человек, среди них дети. Из-за того, что спасатели находились почти в 30 километрах от населенного пункта, было потеряно самое главное – время. Представьте, насколько это страшно. Горит жилье, повсюду дым, спасательных сирен не слышно, и люди просто задохнулись, не сумев покинуть подъезд. Леана Жамлеханова с подробностями. И я уже отсюда начала подавать ему детей. Я даже не помню, как я сама на балконе вообще оказалась. Вот честно. Рассказ Елены, как отрывки из страшного кино. Ее семье удалось спастись на балконе соседей на четвертом этаже. Сначала перелез муж, которому Елена передала маленького сына. И уже здесь около часа они ждали, когда их спустят пожарные. Ужас в том, что хозяева квартиры, чей балкон спас семью Елены, погибли в пожаре. В этой квартире погибли сразу три члена семьи – женщина и ее два сына, 12 и 15 лет. Последний приехал на праздник погостить к маме. Еще одного ребенка по счастливой случайности не было дома. Он был у родственников. По словам жителей, по всей видимости, у женщины началась паника. Она не смогла дождаться пожарных, выбежала в подъезд, но дойти до выхода со своими сыновьями она уже не смогла. Я даже не знаю, как я бы поступила. Я бы просто-напросто с детьми выбежала бы так же через дверь. Соседи, вообще мне соседи до такой степени жалко, я не знаю. Мы все дружно жили. Пожар унес в жизни еще троих человек, среди которых была и сестра Бахыт Уазиры. Женщина уверена, если бы спасатели приехали раньше, люди остались бы живы. Если бы огонь на первом этаже вовремя потушили, дым бы дальше не распространился. Ведь пожар начался снизу, а не сверху. Здесь должна быть своя пожарная часть. Не должно быть больше таких трагедий. Ближайшая к этому поселку пожарная часть находится в 27 километрах. Бригада добиралась до места ровно 34 минуты. По нормам должно быть не больше 20. Все это время люди спасались, как могли. Кто-то выпрыгивал с окон, другим помогали соседи. Акжол Марат вынес из подъезда шестерых. Любой бы поступил так на моем месте. Я проходил мимо и увидел дым. Зашел и сначала вытащил хозяина квартиры, где начался пожар. В поселке 7 тысяч жителей, а пожарной части здесь нет много лет. Спасатели Каргандинской области обращались в министерство с просьбой построить ее снова. Но оказалось, что таких населенных пунктов в стране 120. А значит, дело быстро не пойдет. К слову, местные власти должны были обеспечить поселок хотя бы пожарным постом. А сегодня стало известно, что станция в поселке Актау все-таки появится. Но не раньше, чем через пару лет. В Актау для строительства непосредственно пожарного депо на сегодняшний день выделено земельный участок. После получения заключения государственной экспертизы будут планироваться средства. Любое строительство занимает порядком 2 или 3 года. По факту пожара в поселке Актау заведено уголовное дело. Причины выясняет следствие. А пока местным жителям придется помнить, что рассчитывать они могут только на свою бдительность и на свои же силы. Леана Жамлиханова, Еркел Антуиболдин, Студия 7. Повторюсь, что нехватка пожарных частей у нас не только в Карагандинской области. По данным официального представителя МЧС Руслана Иманкулова, в стране нужно построить больше 120 объектов. В этом году, кстати, заработают 17. Чтобы было понятнее, дорога спасателей до места тушения не должна занимать больше 10 минут. То есть радиус обслуживания станции около 3 километров. До поселка Актау, напомню, расстояние было почти 30. В общем, опять нужны деньги. А если помните, глава МЧС уже который год добивается адекватного повышения зарплат для пожарных и закупа новой техники. И тут еще одна статья расходов. Быстро ли найдут средства и быстро ли построят? Вопрос больше риторический, а вот обезопасить людей нужно сейчас. Как быть? Лет пять назад был правительный час как раз вот о вопросах, рассматривая вопросов противопожарной службы, но в целом МЧС. И тогда вот в рекомендациях было, что исполнительные органы власти, это Акиматы, должны заниматься тем, чтобы создавать негосударственные противопожарные формирования. Это как раз они направлены на то, чтобы если государственная противопожарная структура службы не может полностью закрыть, для этого как раз и создаются вот эти негосударственные формирования в помощь государственной. Чтобы вот когда такая ситуация как Актау сложилась, пока доедут с Тимиртау, вот эти бы формирования государственные, они бы как раз первые уже начали бы какую-то оказывать помощь. Вот о чем идет разговор. И мы об этом недавно вновь поднимали вопрос. Но беда в том, что нету спроса с Акимов за это. Это мировая практика, это обычные граждане. У нас они есть. Они есть, допустим, на крупных предприятиях, они где-то в каких-то сельских районах. Обучение они проходят на базе как раз государственной противопожарной службы. В общем, ясно одно. Сидеть на месте ровно и ждать даже непонятно чего точно не нужно. Думаю, сейчас все в руках тех самых сельских Акимов, которых выбирали люди. Как мне кажется, у них есть и нужный для этого административный ресурс и авторитет. И перейдем к скандалу в нашем информпространстве. Вчера в Алматы задержали известного журналиста Михаила Казачкова. Многие казахстанцы знают его по громким расследованиям. Михаил публикует их в личном телеграм-канале, настроится в фейсбук и в газете «Время». После появления новости агентство по финмониторингу распространило пресс-релиз, в котором подробно расписана роль Казачкова, якобы имевшая место в одном неприглядном деле. Если в двух словах его обвиняют в пособничестве ОПГ, занимавшейся рейдерством. Причем делается это в утвердительной форме. Если честно, даже сложилось впечатление, что то была выдержка из приговора. Подождите, а как же презумпция невиновности? Ведь виновен человек или нет, у нас решает суд. А как же формулировка «информация в интересных следствиях не разглашается», которую мы, как журналисты, частенько получаем после задержания высокопоставленных лиц? Или это другое? Мой коллега Аделю Нербаев расскажет, что в этом задержании так смутило общественность. ЖК «Хантенгри» в Алматы. Именно здесь накануне прошел обыск в квартире журналиста Михаила Казачкова. О его задержании официально сообщили в агентстве по финансовому мониторингу в воскресенье вечером. В этот же момент в доме начали проводить следственные действия. В момент обыска в квартиру пытались попасть адвокаты семьи Казачковых. Правда, впустить их почему-то наотрез отказывались люди в темных куртках и медицинских масках. Адвокат Анна Веретельникова даже вызвала полицию, чтобы заявить о препятствии своей работе. Но и стражам правопорядка попасть в квартиру не удалось. Давайте я выйду. Дверь, уберите. Подождите. Здесь проходят следственные действия. Я представлю вас. Пойдем. Все, дверь закрыли. Девчонка, вы скажете, что все надо. Спустя несколько часов после обыска в квартире журналиста Казачкова водворили в изолятор временного содержания. На двое суток. Адвокаты заверяли, что на личную встречу с клиентом их тоже не пускали. Пока непонятно, удалось ли оперативникам что-либо найти в квартире Михаила. Но в АФМ заверили, что доказательная база для обвинения журналиста уже готова. Казачкова подозревают в пособничестве ОПГ Ельдоса Коспаева. Якобы эта преступная группа занималась рейдерством, а журналист проводил информационные атаки на бывших хозяев предприятий. Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем кампании у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Казачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Казачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга, Жансиитова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Задержание известного журналиста-расследователя вызвало широкий общественный резонанс в обществе и, в частности, среди представителей масс-медиа. Возмутил журналистов обвинительный уклон пресс-релиза агентства. В газете «Время», где долгое время и работает Казачков, заявили, что это дело попытка заставить молчать корреспондента. При этом Михаила уже обвинили без суда, следовательно, голословно, бездоказательно, в получении 52 миллионов тенге за пособничество ОПГ и разглашение неких госсекретов. Сотрудники АФМ очень оперативно подготовили видеонарезку преступлений Казачкова, вставив в свой детективный фильм изобличающие факты. Скриншоты статей с сайта газеты «Время» и фотографии слежки за Михаилом. Кстати, о том, что за ним давно следят, Михаил сам рассказывал в соцсетях, как и о том, что в его адрес и в адрес членов его семьи поступают угрозы после резонансных публикаций. Адвокат супруги Казачкова Анна Веретельникова по телефону нам рассказала, что сегодня готовится официальное обращение в прокуратуру Алматы на действия сотрудников агентства по финансовому мониторингу. Свои претензии выразили и в городской коллегии адвокатов. Отмечу, что Михаила Казачкова подозревают в целом ряде преступлений. Помимо пособничества ОПГ в деле указано распространение заведомо ложных сведений, а также госсекретов. Только по этой статье журналисту может грозить до пяти лет тюрьмы. Однако какие именно государственные тайны мог обнародовать корреспондент, следствие пока не разглашает. Аделю Нербаев, Медит Сапанов, студия 7. Понятно, что сейчас к этой истории приковано особое внимание, если учитывать, что Михаил фигура небезызвестная. Да и в целом, задержание журналистов всегда вызывает широкий общественный резонанс. По совпадению происходило все в момент, когда страна следит за финалом чемпионата мира по футболу. Не знаю, как у кого, но у меня вся лента в соцсетях была завалена прогнозами до и комментариями по игре после. И даже на этом фоне новость про расследователя Казачкова распространялась по пабликам и телеграм-каналам. Коллеги журналисты, общественные и политические деятели молчать не стали. Международный фонд защиты и свободы слова Адельсос даже отправил обращение на имя президента, которое к этому часу подписали больше ста человек, не считая их публичных заявлений. И в Акурде уже отреагировали. В сообщении пресс-секретаря Тукаева Руслана Жильдибая указано, Генпрокуратура обязана проконтролировать законность расследования. Ну а вот, что говорят коллеги. Задержание Михаила Казачкова стало темой для бурного обсуждения в сети, журналистских кругах и даже в эшелонах власти. А в профильном министерстве ограничились сдержанными комментариями в Фейсбуке. Глава ведомства Дархан Кадрали выразил уверенность, что следствие будет объективным и беспристрастным, и заверил, что дело находится под пристальным вниманием его организации. Журналист Сергей Пономарев, в свою очередь, обращает внимание на то, каким образом официальные органы обставили сам арест. Я журналист в большом об этом работаю и прекрасно знаю, как трудно вытащить пресс-релизы из силовых структур. А здесь вызывает такой вопрос, ну, удивительно. Только задержали человека и сразу подготовили видеообращение, и кадры оперативных съемок. То есть целый фильм подготовили большой. Ну, это, по крайней мере, странно. Особенно, когда вот мы знаем, что АФМ вообще очень плохо идет на контакт с журналистами и всегда ссылается на тайну следствия. Ну, а здесь что-то вот прямо из ряда вон выходящее. Позицию Пономарева разделяет и коллега Динара Саджан. Она считает, что следствие должно предоставить веские доказательства вины Казачкова. Кроме того, Саджан надеется, что резонансное дело на свой контроль возьмет глава государства. Дело Михаила Казачкова сейчас будет очень таким, знаете, мне кажется, переломным. Мы, в принципе, живем сейчас в очень переломный момент, да. Мы, в принципе, все верим, да, в справедливый Казахстан. И мы хотим жить в справедливом правом государстве. Мы все хотим жить по букве закона. Если он замешан, докажите, покажите. И, ну, давайте мы посмотрим, да, на все эти документы, не знаю, переговоры, видеозаписи, да. Ну, то есть, журналисты не верят в том, что Михаил Казачков виноват. Сенатор и бывший главный редактор Айкун Нуртори Жусуп настаивает. Нельзя делать преждевременные выводы. Расследование должно пройти строго в рамках закона. Если процесс будет открытым, то из СМИ должна быть возможность освещать его. В деле ведь фигурирует не только журналист, но и ряд других лиц. Случат тяжелые обвинения об участии в ОПГ. Дело должно быть внимательно изучено в рамках закона. Все общество следит за этим делом. И нельзя оставлять его без внимания. Очевидно, что дело Михаила Казачкова – история далеко не будничная. А реакция экспертов еще раз дает понять, что дело приобрело общественный резонанс. И все требования и высказывания сводятся к одному. Следствие и, возможно, суд должны пройти открыто и публично. И если Михаил правда виноват, то обвинителям предстоит доказать это не только суду, но и обществу. Дана Рожуманова, Ануар Абдрахманов, Студия 7. И на фоне крупного задержания, громкого задержания журналистов, в Казахстане намерены принять так называемую информационную доктрину. Судя по тому, что написано в опубликованном документе, это видение Министерства информации и общественного развития того, как должны развиваться отечественные СМИ. Главным двигателем этого развития, судя по тексту, должна стать свобода слова и запрет цензуры. А вот ничего про права журналистов я не нашел. Друзья, это Студия 7. Я Илья Рыбин. Мы продолжаем. Итак, генеральный секретарь УДКБ заявил об опасности, исходящей от Афганистана. Да, опять талибы, если вы вдруг о них забыли. По мнению Станислава Зася, цитирую, «сохранились угрозы террористического характера, наркотрафика и экстремизма». Заявил он об этом на пресс-конференции по случаю завершения полномочий на посту. С Нового года его место на Сверчковом переулке в центре Москвы займет и Мангали Тасмагомбетов. Мой коллега Бахрамбек Талибжанов о планах организации на ближайшие годы расскажет прямо сейчас. Бахрамбек с нами на привод с Мязи. Приветствую тебе слово, коллега. Добрый вечер, Илья. 2022 год для стран-членов УДКБ по многим причинам был сложным и непростым. Генсек организации Владислав Зася вспомнил январские события в Казахстане. Тогда УДКБ получило первый опыт в применении своих миротворческих сил. По мнению Зася, он оказался положительным. Напомнил Зася, что год ухудшился в связи с российско-украинским конфликтом, а также ожесточенных столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана. Отдельно остановился Генсек на вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном, когда журналист поинтересовался у Генсека, не утратила ли УДКБ интерес к Армении и не намерена ли организация уйти из региона. Глава организации ответил следующее. Конечно, нет. Трижды главы государства собирались, обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе. От некоторых, даже высокопоставленных, госслужащих, звучали такие оценки, почему войска не приехали и не помогли нам декупировать территорию, еще что-то там. Но надо понимать последствия таких шагов, возможные последствия, вплоть до развязывания региональной войны с участием нескольких государств. Поэтому, я считаю, те решения, которые были предложены главам государств, в том числе по итогам мониторинга миссии, они были такие адекватные и очень взвешенные. Что касается планов УДКБ на следующий год, то их много. В 2023 году организация планирует провести ряд учений на западных границах и укреплять коллективные силы. Кроме этого, запланированы объединенные тренировки по миротворческим операциям, а еще будет усилена работа по борьбе с терроризмом, наркотиками и нелегалами на границе с Афганистаном. Отдельное внимание УДКБ намерено уделить кибербезопасности и биологической безопасности. Касательно последнего направления Станислав Зайс отметил, что деятельность биолабораторий нельзя игнорировать. Это вызывает определенную настороженность, опасения у некоторых наших государств, членов УДКБ. И, разумеется, эта тема тоже должна быть взята в проработку Координационным советом, где будут представлены специалисты наших государств. Второе, что тоже было таким катализатором того, что мы обратились к этому направлению деятельности УДКБ биобезопасности, это пандемия. Вы помните, как это все начиналось, насколько это все было непонятно для всех нас, опасно. Ну и сейчас понятно, что ведь никто не гарантирует, что это не будет повторения таких вот пандемий, возможно, в других формах. Напомню, что уже с 1 января 2023 года в УДКБ ожидается важное кадровое назначение. На смену нынешнего руководителя организации придет известный казахстанский политик Иманголит Асмагамбетов. Станислав Зайс положительно охарактеризовал Асмагамбетова, отметив, что он человек с большим опытом и состоявшийся управленец. Но Станислав Зайс не забыл предупредить, что предстоящий год будет нелегким. И это вполне объяснимо, учитывая, какой багаж передает руководство организации в руки нового управленца. Илья, у меня на этом все. Бахрамбек Рахмет. Напомню, что на связи был Бахрамбек Талибжанов про планы УДКБ на 2023 год. Друзья, и что касается темы нашего опроса, в Казахстане намерены принять так называемую информационную доктрину, разработчиком которой стало Министерство информации и общественного развития. Хотим понять, что из себя представляет эта доктрина. И самое главное, в чем ее суть в гостях в студии 7 Канат Искаков, председатель комитета информации. Канат, здравствуйте, Рахмет, что вы нашли время. Оперативно к нам приехали. И для начала, если кратко, если позволите, не могу не спросить про тему, которую мы обсуждали до этого, про задержание нашего коллеги Михаила Казачкова. Хочется узнать позицию министерства по этому вопросу. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Для нас это большая честь, возможность принять участие в этой площадке вашей. Что касается вопросов, безусловно, очень резонансное дело. Вернее, очень резонансные случаи. Абсолютно наши коллеги журналисты это отмечают. Наша реакция была уже озвучена министром, уже оперативно вчера вечером, в которой было, что данный вопрос будет во внимании у министерства. И необходимо мы будем пристально наблюдать за этим делом. Кроме того, как уже сообщил председатель президента Руслан Желебай, глава государства уже поручил рассматривать данное резонансное дело в строгом соответствии с законодательством. И все права журналистов, как и гражданина Казачкова, должны быть соблюдены в полном объеме. И поэтому действительно нам нужно избегать преждевременных выводов. В этом отношении могу сказать, что министерство будет держать вопрос на дальнем контроле, как уполномоченный на это орган. Рахмет, за вашу позицию, за ваш ответ. Мы тоже ждем, надеемся, что все будет честно, беспристрастно. Что касается нашей темы информационной доктрины. Для начала хочется понять, какое значение в это слово закладывали в министерстве и какой доктрина будет иметь юридический статус. Очень правильный вопрос. Давайте начнем немножечко экскурс истории. В последний раз такой документ был принят в 2011 году. Он именовался концепцией информационной безопасности. Он был связан так же, как и с точки зрения медийной сферы, но и с точки зрения IT, информационной безопасности. Однако мы сейчас понимаем, что за прошедшие более 11 лет экосистема буквально поменялась, появились новые медиа, ситуация поменялась. Соответственно, нами было с поручением руководства, была инициатива о том, чтобы разработать некий документ, который будет определять систему, который будет в себе содержать систему взглядов, принципов на развитие информационной пространства, на долгосрочную и среднесрочную перспективу. То есть это доктрина. В одном ли направлении смотрят, так скажем, акционеры и руководители? Я бы сказал, знаете, это был некий такой базис, фундамент. То есть доктрина в классическом понимании – это система взглядов, принципов и установок. В данном случае информационного развития нашего медиа пространства. Куда мы должны идти? А. Б. С чем мы должны идти? С кем должны идти? И какие принципы мы должны определить, идя вперед мы вместе с вами, коллегами, и в целом наше общество? Юридический статус у этой доктрины какой? Он будет, поскольку это доктрина, он будет определять идейные направления, откуда уже будут браться дальнейшие новеллы в законодательство, иные подзаконные акты. В частности, в закон о СМИ, в закон о телерадиовещании, в закон о доступе к информации. То есть те принципы, установки, которые будут заложены в доктрине, они дальше уже найдут себя в соответствующих нормативно-правых документах. Смотрите, сразу вопрос, не знаю, насколько он будет правильным. Вот если условно какой-то СМИ, так скажем, не придерживается всем вопросам, которые отображены в доктрине, это как-то будет наказываться? Ну, доктрина ведь это же не какой-то нормативный документ. Вот, то есть хочется понять. Это идейно-концептуальный документ. Да, но я имею в виду, что СМИ, которые находятся на территории Казахстана, если кто-то не согласен, говорит, знаете, ребят, что-то вы как бы написали там про развитие, я условно просто, что могут быть такие вопросы, вы написали про развитие, я как СМИ с этим не согласен, могу ли я не придерживаться и идти по своему пути развития? Ну, конечно. Другое дело, что те нормы, которые идеологической ценности, которые будут в доктрине, они дальше лягут во главу разрабатыва нормативно-правых актов. Закон о СМИ, там, от других. Но мы должны с вами определить очень важную цель. Вот вы правильно говорили в вашем предварительном, так сказать, анонсе, где вы говорили о том, что определяют основные принципы. Первый принцип – это свобода слова. Разумеется. Тут у нас нет какого-то двоякого понимания. Мы его и первым отметили. То есть принцип свободы слова, принцип доверия, принцип развития, принцип конкурентоспособности. Что касается защиты журналистов, то, безусловно, он исходит из свободы слова. Что значит свобода слова в нашем понимании? Это, прежде всего, плюрализм мнений, это, прежде всего, защита доступа к информации и обеспечения его. И эти новеллы, они дальше лягут в… Они сейчас есть. Вот, допустим, цензура у нас в Конституции запрещена. Это очевидно. Соответственно, свобода слова прописана у нас в Конституции. Доктрина, во-первых, она ретранслирует их и в то же время свидетельствует о том, что курс на дальнейшее повышение качества наших СМИ и свободу слова защиты, она должна уже быть в законодательном порядке закреплена. И доктрина она определяет. Там у вас есть один такой, так скажем, подпункт, в котором сказано, что мы должны, если не дословно, в общем, противодействовать, значит, атакам извне. Что под этим вы подразумевали? Вот это очень важный вопрос. Сейчас мы понимаем, что в постинформационный век одним из ключевым инструментов деструктивных является внешнее информационное воздействие. Иными словами говоря, когда внешние, в том числе средства массовой информации, путем размещения фейковой недостоверной информации о происходящих событиях в Казахстане пытаются сформировать иное мнение о нашей в том числе стране и о нашей медиапространстве. Приведите, пожалуйста, пример, чтобы вот прям было понятно. Ну, допустим, смотрите, вот условно говоря, когда у нас происходили какие-то события, допустим, иностранные СМИ говорили о том, что вот, условно говоря, это межнациональный конфликт, хотя он бытовой, условно говоря. И они говорят, вот это межэтнический конфликт, который вылился в погромы, сейчас эти погромы пойдут в другие города и будут... Я понимаю, о чем вы говорите, да, теперь смотрите, а что мы тогда сможем сделать, если они у нас прописаны в докрине, мы будем блокировать или мы будем, как Роскомнадзор нашим коллегам там отправлять, извините, ребята, вы тут про, значит, нашу военную операцию написали, уберите, вот как это будет? Очень правильный вопрос, мы действуем в трех направлениях. Первое, разумеется, это блокирование контента, это первый вопрос. Не нашего? Не нашего, конечно. Второй вопрос, второе наше действие, вот смотрите, когда наши же граждане или же граждане иных государств потребляют информацию не наших СМИ, а других, это минус по нашему, потому что конкурентоспособность, востребованность наших СМИ, как мы будем бороться? Прежде всего мы должны развивать наше медиапространство, чтобы наши граждане и даже граждане других государств потребляли или черпали информацию от казахстанских СМИ, потому что они конкурентоспособны, то есть с точки зрения качества контента они содержательны, оперативны, достоверны, ну и соответственно с точки зрения мультимедийного они содержательны. И я хочу добавить в завершении ваших слов, хочу добавить, чтобы у нас был качественный контент, спикеры наши должны предоставлять качественную информацию, не убегать от журналистов и вот так, как вы, находить время и приходить в том числе в нашу студию. Канад, вам рахмет, прошу прощения, время эфира подходит к концу. И вот мы сегодня, кстати, проводили опрос в Казахстане, разработали информационную доктрину. Должно ли государство регулировать эту сферу? Что говорят, значит, наши зрители, 31% дойдет до цензуры, до цензуры и остальные три голоса примерно одинаково, значит, это безопасность. Люди говорят, да, много фейков и кто-то, значит, оставил мнение против. На этом все, друзья, такие результаты. Увидимся завтра в это же время на седьмом. Хорошего вечера! Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Там вы найдете больше эксклюзивной информации, больше интервью, больше мнений экспертов и больше аналитического материала. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.